К сожалению, сейчас многие очень плохо себе представляют, допустим, какую роль сыграл в победе регион Закавказский, Центральная Азия. Существует представление, что эти регионы, отдаленные от мест боевых действий, регионы, не находившиеся в зоне оккупации, регионы, не пережившие, казалось бы, непосредственно ужасов войны, ужасов боевых действий, они, может быть, не внесли вклад в победу. Вот как мы попытались показать нашим мероприятиям, это действительно была общая победа. Главным фактором этой победы было наше единство. Уже неоднократно подчеркивалось, и в том числе подчеркивалось и в исторических источниках, подчеркивалось и в документах немецкого командования, что, по сути дела, главная ошибка, которая была запущена, это как раз ставка на национализм. То есть руководство Германии не ожидало, что Советский Союз, страна многонациональная, многоконфессиональная, страна огромная, страна, казалось бы, не связанная ни с чем, кроме формальных политических границ, может выступить как единая политическая сила. Вот мне кажется, действительно, это единство было, это единство привело нас к нашей общей победе, и, как мне кажется, у этого единства на самом деле есть немалые исторические перспективы. Причина национализма – это недостаточное знание, либо, скажем так, знание извращенное. То есть, если люди знают свою историю, историю своей страны, то, по моему глубокому убеждению, они рано или поздно должны прийти к выводу, что национализм ничего, кроме горя и бед их собственному народу, не принесет. Мне кажется, главный исторический урок, который мы должны извлечь, это именно этот урок. И главное лекарство от национализма – это знание истории.